Здравствуйте! Очень многогранный вопрос и коротко на него ответить очень сложно, но Вы совершенно верно сказали, что это самое современное, что есть на сегодняшний день в медицине. И очень приятно, что часть из этих разработок уже вышла из исследовательских лабораторий и вошло и продолжает входить в клиническую практику. И наши граждане, в том числе в нашей стране, могут получать высококвалифицированную помощь и с использованием современных методов генетической диагностики и современных методов генной терапии. И, исходя из самого названия, генная терапия – это наши лечебные вмешательства на генном уровне, которые необходимы при ряде очень тяжелых заболеваний. Это могут быть онкологические заболевания, здесь идут разработки для лечения наследственных заболеваний, но и некоторые приобретенные также могут быть излечены при помощи генной терапии. Вопроски при помощи стволовых клеток, правильно? Да, безусловно, но это разные вещи, которые, знаете, на сегодняшний день, это две стороны одной медали, которая сейчас принято называть регенеративная медицина. Это те биологические способы, которыми мы можем воздействовать на наши собственные ткани для того, чтобы наши собственные ресурсы, или, может быть, внешние ресурсы, способствовали выздоровлению и излечению тяжелых заболеваний. Скажите, пожалуйста, в каком направлении сейчас работа идет в Вашем институте? В нашем институте достаточно много направлений. У нас большая, серьезная команда как специалистов, которые занимаются клеточными технологиями, так и очень серьезный блок, занимающийся генными технологиями. Один из самых значимых прорывов недавнего времени – это работа в области генной терапии, осложнения атеросклероза, хронической ишемии нижних конечностей. Но помимо этих разработок, которые уже зарегистрированы на государственном уровне и используются в здравоохранении, не так давно мы открыли новую диагностическую лабораторию, которая на порядок повышает возможности медицинского персонала в Российской Федерации по диагностике тех заболеваний, которые раньше на территории России просто невозможно было технически диагностировать. Теперь у нас есть такие инструменты, мы их будем использовать. А, например, какие заболевания? Вы знаете, вообще учебник по наследственным синдромам, так в медицине называются наследственные заболевания, это около 8 тысяч болезней. Представьте себе, у нас, к сожалению, диагностические возможности были настолько ограничены, что в России можно было...